Посетил в этот день Марат Асмаганбетов и поля Каинского района. Там в 2021 планируют засеять 210 тысяч гектаров. На встрече с аграриями говорили о сроках сева, развитии растеневодства и сельского хозяйства в целом. Смотрим сюжет. Работать бесперебойно, в разгар посевное. В текущем году в Акаинском районе планируют закупить 109 единиц высокопроизводительной сельхозтехники. Пока приобрели только 26. Также говорили на полях Акаинского района и о развитии сельского хозяйства. 35% посевов сегодня по области засеяно. Это порядка 1 миллион 400 тысяч гектаров. Ну в принципе мы уже к оптиму подходим, поэтому здесь же есть и масличные культуры, поэтому процент большой. Мы же масличные культуры начали уже сеять 9 мая, после 9 мая. А сейчас в основном прибавка идет по зерновой группе, потому что уже и паровые фоны подошли. 45% ПТО у нас сейчас посев сделан, по масляничке 38, по пшенице 52. Во всяком случае по удорвению посевов здесь вопросы все решены. Рапсу закончили уже сейчас, лен остается, пшеница, кукуруза завтра заходит, добиваем. Мы вышли сегодня уже на утро, вышли 1800 сутки сеют, здесь 17 тысяч посевная. Поэтому я думаю, где-то числа 26-го, мы даже, может быть, течмень придется придержать еще чуть подальше, вот сеть, то, что с удобрениями связано все. В прошлом году агроформирование района использовали почти 6,5 тысяч тонн минеральных удобрений. В этом году закупили 10 тысяч тонн. Сегодняшний день район обеспечен ГСМом 100%, удобрения заключили на 115%, 117%. Семена все подработаны первого, второго класса, протравлены 100%, проблем нет. В Акаинском районе 90 сельхозпредприятий занимаются развитием животноводства. Расширяется молочно-товарная ферма ТО Иван Зенченко в селе Ленинском. Сейчас готовим базу, вот она у нас, скот стоит на карантине. Это стоит 400 голов, мы думаем в течение 10 дней мы эту базу заканчиваем. И идет строительство, в этом году мы заканчиваем полностью весь шлейф этого комплекса, еще телятник на 500 голов. Поэтому в перспективе мы надеемся на то, что на этом комплексе будет стоять со всем шлейфом с телятами и коровами. И в перспективе расширить комплекс до 2200 голов. Агирим Кашева, Новости МТРК.